Киберспортивным титаном был, есть и будет Counter-Strike. Древняя, но все еще рабочая формула. Его четкость и выверенность уже сколько лет отлично показывает себя и в обычных матчах, и в киберспорте. Как в шахматах, все можно просчитать, запланировать на несколько раундов вперед, построить определенные тактики. Механик немного, и из игры не получается хаотичная каша. Однако Counter-Strike стар. На замену ему приходили Rainbow Six Siege и Valorant, а сегодня потягаться со старичком решили авторы Spectre Divide. О всех сходствах и различиях с Counter-Strike еще поговорим. Важно понять главную фишку. Киллер фича Spectre Divide — геймплей сразу на двух персонажах. В вашем управлении оказывается персонаж основной и фантом, между которыми можно переключаться чуть ли не моментально, которых можно забрасывать в неожиданные позиции, и с помощью которых можно строить просто с ума сойти, какую стратегию. Режим здесь один — старая добрая закладка бомбы. Только игроков здесь не пять, а три, у каждого из которых по два персонажа. И представьте все то множество комбинаций стратегии, что можно исполнять с такой механикой. Например, за команду атаки вы можете отправить одного из фантомов шуметь на другой точке, отвлекая врага, и тут же переключиться на второго персонажа, быстро побежав закладывать бомбу на точку номер один. За команду защиты, соответственно, вы можете расставить фантомов по разным точкам, контролируя ситуацию. И как только поймете, куда атакует противник, сразу призвать второго фантома и разбивать врагов в обороне. Вы можете перекинуть одного из фантомов через дверной проем и отвлечь врагов сначала направо, а потом тут же выскочить слева. И таких идей еще миллион. Стоит сказать, что пока вы играете за одного персонажа, второй не просто сидит на одном месте как дурак, а и сообщает, если поблизости чувствует противника. Таким образом, второго персонажа можно не просто закинуть куда-то там, пока играете за первого, а поставить, например, в укромный угол за своей спиной в качестве сигнала об опасности сзади. Все это заставляет думать и согласовывать каждое решение с командой. Благо игра бесплатная, главное, чтобы были друзья с кем поиграть. Если в Rainbow Six Siege вполне можно играть одному, и в целом все будет окей. Если в КС тоже можно попытаться играть с рандомной командой, то здесь то, как вы вместе продумываете все шаги, чуть ли не важнее реакции и меткости стрельбы. Voice Chat, конечно, тоже есть, но кто гарантирует, что попадется хороший тиммейт? Ищите идеальную клавиатуру для игр? Вы ее нашли! ZONE 51 GARNET — белая проводная клавиатура High-End-класса формата 98%. Качество, тишина и комфорт — это про нее. Встроенные шумы и виброизоляционные слои, смазанные стабилизаторы и сайлент-свитчи с демпферами от КТТ обеспечивают плавное тихое нажатие. Вот, сравните со старой механикой. Корпус из высококачественного пластика и металла с регулируемыми ножками и прорезиненные вставки гарантируют устойчивость на любой поверхности. А хот-своп-система позволяет легко менять свитчи на любые другие. Кейкапы изготовлены из PBT-пластика по технологии дабл-шот, то есть две их части соединяются в условиях высоких температур и давления, благодаря чему нанесение не стирается. Клавиатура подключается отсоединяемым кабелем в плотной оплетке. В комплекте их сразу два — USB-A и USB-C. RGB-подсветка и фирменное ПО помогут настроить клавиатуру под ваши предпочтения. ZONE 51 GARNET — идеальная геймерская клавиатура топ-сегмента. А по промокоду ELM20 скидка 20% на все девайсы, кресла и столы. Ссылка в описании. Продолжая сравнивать с КС, просто нельзя упомянуть стрельбу и ТТК. Наконец-то! Наконец-то в подобной игре адекватная стрельба. Не какой-то сумасшедший паттерн, где пули-лучи разлетаются в противоположную сторону от направления ствола, а чёткая стрельба туда, куда целишься. Да и прицеливание, собственно говоря, тоже есть. Падают враги всего с трёх-четырёх попаданий, что очень приятно. Хотя важно иметь в виду расстояние, ведь с дистанции здесь урон падает колоссально. Тем самым, кстати, выделяется класс оружия. Дробовики лучше в упоре, автоматы дольше ковыряют вблизи, но всё ещё эффективны на средних, а снайперка... скорее бесполезна, либо крайне-крайне ситуативна. Есть проблемы с регистрацией урона. Оттого лучше пока брать что-то скорострельное, где 2-3 незареганных выстрела особой погоды не сделают в сравнении с болтовкой. Надеемся на исправление. Что круто, в игре очень много применения для всякого рода обилок — сканеров, щитов, кислотных гранат. Всё это — особенности каждого из классов, которых здесь почему-то назвали спонсорами. Сначала доступно 4 таких класса — условные штурмовик-атакер, защитник, хиллер и рекон. Ещё 4 класса либо открываются гриндом, либо можно купить сразу за 10 долларов каждого. Отличается только набор гаджетов-обилок, оружие можно выбирать любое, что удобно. Часто полезно закрыться дымом, бросить мини-ловушку, поставить щит или подлечить союзника. Очень выделяется стилистика Spectre Divide. Стилизованных игр сейчас немного, и хорошо, что есть пополнения в их рядах, причём настолько качественные. Игра выглядит свежо, красиво, не слишком ярко и не слишком мрачно, а враги читается хорошо. Недостатки у Spectre Divide, разумеется, тоже есть. Movement. Да, несмотря на лучшее ощущение персонажа среди Counter-Strike-подобных шутеров, он всё ещё очень медленный и натужный. Копируя формулу КС, разработчики очень умело перерабатывали и осовременивали все механики. Стрельбу и поведение оружия, сам режим, кучу мелких фишек. Но к чему было оставлять настолько пожилое передвижение? Персонаж больше не ездит на колёсиках, как в КС, и в целом неплохо чувствуется, но он... еле ходит. Часто добраться до точки или использовать тактику обхода в тактическом шутере не получается исключительно из-за скорости ходьбы. Возможности бегать нет, и даже с ножом в руках ваша скорость увеличивается совсем незначительно. Вдобавок, как и в КС, попадание по вам замедляет вашу скорость ещё сильнее, превращая персонажа в инвалида без шанса отыграться. В условиях высокой динамики, за счёт быстрой установки разминирования бомбы, быстрого ТТК, адекватного поведения оружия, это... Выглядит крайне сомнительно, портя всю малину. Главная фича игры — раздвоение личности, конечно, крутая. Однако перемещение между персонажами часто дезориентирует. В половине случаев приходится пару секунд ещё осматриваться, прежде чем поймёшь, где ты и в ту ли сторону воюешь. Тут же дезориентируют и неки союзников. Тот, кто придумал подписывать тиммейтов не над головой, а внизу, знай, мы тебя найдём. К тому же, говоря о скорости и смене персонажа, когда вы умираете, игра автоматически вас вселяет в фантома, происходит это по ощущениям целую вечность. Для чего было замедлять геймплей здесь, опять же, непонятно. И так всю дорогу. Чувствуешь потенциал, чувствуешь вызов от необходимости думать глобально о всей стратегии и при этом не забывать про реакцию и о им. Но всю игру не отпускает ощущение нехватки динамики, агрессии и свободы. Субъективно можно придраться к дизайну персонажей. Стандартные... герой... В общем, типичные, безвкусные персонажи а-ля The Finals. Причём, платных-то смогли сделать повеселее. Переходя к донату. Неоновые скинчики за 70 баксов здесь, конечно, есть. Есть и саппортер-пак, и пропуск анлока персонажей за деньги, будет и батл пасс. Однако, это пока всё. Многие в отзывах жалуются на донат. Мол, как так, какой кошмар, скины за 10, 15, 50, 70 долларов. При этом все дружно забывают о ценах на скины в КС или платной колде. Ничего сверхъестественного донат пока не даёт, и надеемся, что не будет. А что-то кушать и за что-то держать серверы новой инди-студии всё же нужно. По итогу что? Spectre Divide — это новый, яркий. И что важно, геймплей на, наконец, нормальный Counter-Strike-подобный шутер с нормальными современными механиками. Оптимизация вполне на уровне, вопросов не возникало. Русский перевод есть, однако он чисто номинальный. Хоть что-либо понять из их машинного перевода просто невозможно. Можно ли игру советовать? Однозначно да. Как и всегда, если игра бесплатная, спокойно качайте и подкрепляйте услышанное собственным мнением. Будем ли играть мы? Тут скорее вопрос. Всё же нашей команде не хватает ощущения брутальности. Вместо этого лишь чувство постоянной искусственной скованности при всех прочих плюсах. А что думаете о Spectre Divide вы? Уже игра ли, планируете или не ваше? И как считаете, займёт ли игра своё место под солнцем? Давайте обсудим. На этом благодарим за просмотр, лайк и подписку. И увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...